Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить рейдж и нам нужно бежать из источника, потому что у нас уже горят пятки. Вместе с маршалом покидаем эту локацию бывшую нам домом на протяжении часов пяти наверно. На дирижабле что ли? Хорошо, что ты теперь с нами. Еще пара дней и правительство сцапало бы тебя. Но знаешь, как говорят? Из кипятка до на сковородку. Вот, милости просим на сковородку. Говорят, не по нос так золотух. Если ты не знал. Не, ну блин. Выглядит все, конечно, знатно. С тех пор, как я вылез из Ковчега и увидел, что творит правительство, я только и делаю, что борюсь с ним. А что он творит? Никто не знал, что после падения астероида будут такие последствия. В кое-то веке у нас был хороший план и достойные люди. Но генерал Кросс изменил время подъема нескольких Ковчегов, в которых были его друзья. Он сбил человечество с пути. И теперь наш долг все исправить. Ну, не знаю, по-моему, авторизованная, централизованная власть должна быть. Это полумесяц. Точнее, его облахи. А наша база под ним. Тоталитарная стройка в таких условиях самое лучшее решение. Без железной руки на таких обломках цивилизацию не поднять, как мы знаем. Но, конечно, наивняк, который пишет сюжет, смотрите, какая у него нога. Кто-то жаловался на то, что все герои однообразные. Но, посмотрите, у кого-то вот такая нога, у кого-то протез руки, у кого-то там другие отличительные особенности. Так что ошибаетесь, ребята. Понял, капитан, с возвращением. Вижу наш гость здесь. Сюда. Похоже, новая обжитая локация. Добро пожаловать в наш скромный дом. Тут бардак, но нам нравится. Внимание, бойцы. Хочу представить нашего гостя. Как вы уже знаете, он из Ковчега. Парень не промах. Знаю, он вам понравится. Ему можно доверять. Видишь, тут повсюду обломки Ковчега. Когда-то в нем лежал я. А теперь Лассард использует его, как наш мозговой центр. Добро пожаловать. Да, сэр. Это Ковчег капитана Маршала. Я перенастроил его, чтобы отслеживать перемещение сил правительства и поддерживать связь с нашими людьми в пустоше. Прекрасно. А Элизабет, ты уже знаешь. Рада видеть, что у тебя все в порядке. Рассчитан доктор Каттенс. Она выясняет, что именно правительство делает с мутантами. Шаг за шагом я ближе к разгадке. Это Джек Портман, наш оружейник. Эксперт во всем, что стреляет и взрывается. Верно, друг. Для меня каждый день здесь праздник. Особенно, если прикончим кого-нибудь из людей правительства. И, наконец, Сол. Он держит гараж прямо у нас над головой. И следит, чтобы никто не проник к нам без приглашения. Он уже ждет тебя. Иди познакомься с ним. Так, ну что ж, это наша новая база. Помни кое-что. Подземка, что над нами, это тебе не источник. Эти люди ходят по лезвию бритвы, стараясь не вызывать подозрений правительства. И в то же время помогать нам. Местный босс, Редстоун, сдаст тебя правительству, не задумываясь, если ты не сможешь быть ему полезен. Так, ну давайте, что ли, осваиваться. Посмотрите, да? Я поработал над технологиями правительства и, скажу тебе, наткнулся на нечто удивительное. Мне удалось соединить несколько модулей и создать прибор, который, будучи активирован, наносит добавочный урон. Но только пока хватает батареек. Детали для него найти непросто, но вещица весьма полезная. Вот схема, уверен, тебя порадует. Круто. Так, что на него надо? Катарализатор правительства. Да у меня, в принципе, всего хватает. На некоторое время. Эээ, ладно, пока, значит. Хотя давайте. Одно соберем. Люблю взрывы и щекотать нервы правительству. Если ты и вправду так хорошко говорит Элизабет, то мы с тобой точно сработаемся. Ладно. А ты можешь ничего не продать, скажем? Нет? Нет так нет. Итак, для начала тебе надо понравиться Редстоуну. Если ему понадобится решить проблему, сделай это. Иначе ты все равно что покойник. И ничем не сможешь нам помочь. Сможешь сыграть в его игру. Надо, короче, втереться в доверие к местному шишке, похоже. Да, и вот еще что. Разберись, как устроена жизнь в городе. Помогай жителям. Когда освоишься, мы перейдем к более серьезным задачам. Все. Пора тебе подниматься. Ладно. Так, тебе есть что мне сказать? Может, какой квест дашь? Расшифровать этот диск непросто. Не отвлекай меня. Ну ладно. И у мать. Какой красавчик. Это здесь у нас, похоже, Бетти работает, да? Ну все, судя по всему, поднимаемся наверх. Из нашей базы. Хе, блин, насколько круто все сделано. А, это у нас так замаскировано, понятно. Ну как. Понимаешь. Так, ну шо, механик. Так, ты наш новенький? Добро пожаловать в подсемку. Я Сол. Управляюсь тут с гаражом, хотя моя главная задача охранять лифт. Чтобы щейки правительства его не нашли. Так, тебе нужно кое-что знать. Твой гаражный отсек за этой дверью. Если повредишь тачку, я сделаю ремонт и отбуксирую, если надо. Внизу ведущий гонок. На этом этаже бар. Но сейчас тебя должен заботить Рэд Стоун. Его кабинет наверху. Без его разрешения тут ничего не делается. Иди к нему немедленно. Понятно. Так, ну и выход у нас, я так понимаю. Так, тут у нас че? Выход у нас вот здесь вроде как. Понятно. Это новая локация, в этот раз подземная. И опять же, я смотрю, очень круто сделанная. Ты тут недавно. Че хочешь? Ну, добро пожаловать, расскажу. В подземке есть все, что душе угодно. Нужны гонки? Иди вниз. Хочешь продать что-нибудь? Наверху ждет Яния. Тебе здесь понравится. Круто. Мне здесь уже нравится. Путник. Хочешь подзаработать? Смотря что вам нужна судьба. Хозяин бара Брик Джонсон жалуется, что бандиты воруют его бухло. Ищет. Кто бы мог решить проблему? Поговори с ним. Учту? Где стены? А ты че, Ремус, хочешь? Если нужны припасы, иди наверх к Яне. А, еще бы знать, где здесь наверх идти. А вот есть не случай. Ничего, ничего ж я. Проспект. Это, похоже, станция метрополитена. Гейб, не невел. Не случаем. Так. Эй, парень. Иди. Не заставляй босса ждать. Стоять здесь. Ты новый боец маршала? Ты че бушный-то такой? Ладно. Слушай меня, новичок. Чтоб ты знал, что к чему. Здесь все принадлежит мне. Весь город. И самый последний оборванец делает то, что я велю. Так вот, станешь помогать мне? Мы подружимся. Нет? Я решу, что ты мне не нужен. Врубаешься? Маршал говорит, ты не промах. Может и так, но проверка не повредит, верно? Мой бригадир жалуется на мутантов в туннеле Синей линии. Они сильно мешают работе. Иди помоги ему. Как, справишься? Это прямо метро 2033. Ну, конечно. А будешь так со мной разговаривать, голову отстреливать. Ладно. Докажешь свою полезность, разрешу тебе остаться. Проваливай. И без результата не приходи. Знал бы ты, сколько народа я перевалил, по-другому разговаривал. Да, Винсент? Редстон дал тебе работу. Ну, чего ждешь? Скоты. Так, повидаться с бриком в баре Феско по поводу работы. Так, что у нас по квест. Так. Давайте мы вот эту выполним. Недалеко от бар Феско. Интересно, где у нас бар Феско. Ой, блин, новая локация, довольно-таки объемная. А здесь, похоже, у нас магазин. Supplies, потому что написано. Привет, зайка. И что же я еще могу для тебя сделать? Ой, я бы тебе сказал. Я Яни. Продаю, покупаю, тем и живу. Товары как простые, так и элитные. Все, что нужно, у меня есть. А если нет, скорее всего, тебе это и не нужно. Хе-хе-хе. Итак, что ты ищешь? Я хочу вот эту штуку. По-любому. Кроме того, мне бы... До патронов у меня, в принципе, хватает. Улучшенный робот-страж. Самого ходячего и самого стреляющего. Теперь бронировано. Вот эти два надо будет попозже купить. Но сейчас мне нужно вот это. Здесь шестьдесят два. Надо что-то продать. Наверное, я продам ту фигурку, которую только что получил. Я, кстати, так и не понял из какой это игры. Если кто знает, отпишите в комментах, пожалуйста. Вам было бы интересно узнать. Так, подожди, где она? Ээээ... Ты где? А, вот. Он в ярости. Ничего. Будет что-то нужно, сразу обращайся. До встречи. Какая? У меня всегда первоклассный товар. С тобой приятно иметь дело. Так, все, пожалуй. В розыске. Ты здесь недавно? Да. Чем-то помочь? Припасы можно купить у Яни. Но самый лучший выбор у Стью. Если ищешь что-то особенное, иди к нему. Чё ж ты раньше-то молчала? А я уже его. Я не купил. Ладно. У меня есть отличное предложение. Напоминаю торговцы из Resident Evil 4. Всё своё с собой. Добро пожаловать. Я Стью. У меня всегда есть товары, которые я продаю со скидкой. Хочешь взглянуть? Скучные гранаты. Да ладно. Забегай. Ассортимент часто меняется. По дешёвке толкает, значит. Что ещё на этом этаже у нас есть? Так, понятное дело. Круг, а направо. Осторожнее. Тут у нас спуск вниз. Тут замколомка, на которую у меня не хватает. Опять же. Надо замколомку собрать будет. И так. А вот, хватает, смотри. На неё нужно набор электрика, набор деталей и шестерёнки. Будет знать. Филтри. Хорошо. Ночной цвет. Это мы сейчас, я чувствую, что-то хорошее сможем собрать. Так. Инъекция пофиса нет. Не сможем. Нужно ещё один ночной цвет. Бинтов. Пустыню спор, который я недавно продал. Да, хрец, значит. Мне пока здоровья и так хватает. Рады тебя видеть. Трень-брень. В чём смысл? На. Ха-ха. Отлично. Понятно. Короче говоря. Сыграю за части. Да. Слушай, это же этот. Во все тяжкие, да? Брэкин Бэд сериал. Ха-ха. Отлично. И, кстати говоря, у шерифа Блэка лежали, помните, я вам показывал золотые зубы. Это тоже отсылка к этому сериалу, как мне сказали. Хотя, честно говоря, я посмотрев три сезона, не вспомнил, откуда именно там это. Четвёртый сезон я уже что-то перестал смотреть, надоело, честно говоря. Так, вот наш бар. Круг. Так, мне кого надо? Я уже забыл. Как там зовут паренька, к которому мне надо подойти? Бригадир Джонс недалеко от бара Феска в тоннеле. Вот бар Фес, недалеко от него в тоннеле. Ты можешь помочь старику? Чё надо. Я старею. Мои мышцы и суставы уже не те, и мне больно ходить. Говорят, есть такое растение, кометник. Вроде, если его пожевать, боль уходит. Но сам я уже не могу добыть его. Ты сможешь помочь мне, старику? Так, на территории машиноголовых с кратерами далеко на севере. Я, короче, возьму это задание, но не обещаю, что я его выполню. Если будем в тех краях, то почему бы нет? Да, замолчит. Так, это ты, бригадир Джонс, нет? Хадсон? А где Хиггс? Бригадир? Я сейчас нарвусь на мутантов такими темпами. Я чувствую. Босс сказал, что ждёт человека. Видно, это ты. Да-да. У меня большая проблема. Чёртовы муты мне портят всю работу. Из-за них, того и гляди, придётся всё свернуть. Они влезли на станцию синей линии и оттуда нападают на нас. Их нужно остановить. Похоже, это работа для тебя. Отлично. Раз, то ты понял. Чтобы попасть в пещеру, иди вдоль стены каньона. Спустись поглубже и отыщи станцию синей линии. Вдоль стены каньона. Я не понял, мне как-то выходить отсюда, что ли, надо? Похоже, что так. Под мостом, ведущим в подземку. Отлично. Значит, мне надо возвращаться. Ну, давайте сначала, я думаю, осмотримся, что у нас в баре феста. Тоже нам хотели дать задание. Ну, бар, конечно, обалдеть просто. Так, погодите. А, нет, показалось. Эй, ты. Рурк. Ты же, по-моему, в этом был на территории нефтяников. Или там Микки был? Водят слухи, маршал вернулся с новым стрелком. Говорят, это выходит из Ковчега. Или ты? Ладно, поживем, увидим. Не болтай. Холден. Приветствую тебя, странник. Моя колода самая лучшая в пустоши. Хочешь сыграть? Нет? Не люблю карточные игры. Никогда не умел в них играть. Совершенно не мое. В тысячу только, но и то там. Я понял, тут одни люди Джонсона работают. С этой проблемой мутантов он ни о чем другом думать не может. Да все равно полный бред. Пока Джонса не избавит от мутантов, мы можем только пить. Чёртовы бандиты потрошат моих поставщиков в бухла. Так, секундочку. Продолжаем. Так, и тут опять этот же мужик, в смысле переехал вместе со мной что ли? Странно, странно. Так, ну что ведроголовый брик. Чёртовы бандиты потрошат моих поставщиков в бухла. До меня доходят лишь опивки. Я хорошо заплачу, если прикончишь пару бандитов на дорогах. А за каждого хищника правительства получишь двойную цену. Хищника? Ну что готов? Ну, прекрасно. Решим как следует. Короче говоря, ты примерно как в том баре, девушка. Будешь выдавать мне бабло за уничтожение супостатов. Ну что, я думаю, можно выходить отсюда. Хотя ещё и на этаж выше можно посмотреть, что есть. Вон там у нас, собственно, выход в гараж. На этом этаже у нас босс, так сказать. Торговцы. Собственно, всё. Понятно, не такая уж и большая локация в итоге казалась. Кстати, говорят, что у нас тут. Пятница. Пятница. Позволь дать тебе совет. Не зли Редстоуна и не привлекай внимание правительства. Такие проблемы тебе ни к чему. Ладно. И так это что-то гонжубаску что ли? Жизнь тут не сахар. Работаем в поте лица. Но у нас на шее сидят Редстоуна правительства. Так что мы едва сводим концы с концами. Мы только мечтаем о переменах. Вот так вот. Рыночная экономика в действии, как говорится. Так. Судя по всему, нам нужно уходить и найти... Так, а патрончики на машину мне у кого купить? Механик. Механик. Ты где? Патрончик то у меня по моему вообще печально. Может он внизу? Ставьтесь бегаем. Ты должен знать, мутанты появились не из-за космической радиации, принесённой астероидом. Они являются результатом экспериментов правительства с нанотритами и людьми. Неудачных мутантов попросту выбросили как мусор в пустошь, где те и размножались. Вот правда, которую нужно рассказать людям. Так вон оно чё. Так, у кого мне покупать припасы для машины, я не понял. Мы займёмся правительством, но сначала разберёмся. Потому что я пока, честно говоря, не нашёл. А это пока что одна из самых важных деталей. Так, поехали. Возможно, в всех магазинах просто я не обратил внимания. Сложно сказать. Может, тут прям... Да вроде и нет. 67 патронов, это несерьёзно. 67 патронов, это верная смерть. Блин, может ты? Давай ты. У правительства есть транспорт, который называется хищники. В полной броне и вооружены до зубов. Отлично. Увидишь такое, уноси ноги. Хорошо. Так, возможно, ты тут что-то можешь... В пустоши. Нет, это явно не то. Тут у нас сайд-квест. Оно почему-то закрыто пока все. Видимо, сначала нужно зарекомендовать себя в Эдстоуна. Не, ну это стопроцентная музыка из во всей тяжке сериала. За главной темой. Но. Да-да-да. Так, туалет. Нужен ключ от комнаты руководства. Блин, где мне взять патроны? Патроны. Ты у нас продаёшь всякое непонятное. Эксклюзивные товары. Да. Проблема. Проблема. Чего у меня нет, то тебе и не нужно. Что ты ищешь? У тебя нет патронов. Подожди. А, ну вот. Отлично. Конечно, маловато. Пожалуй, я продам все ингредиенты, потому что... Пока что и без них все неплохо. Давайте все распродадим. Фильстры. Ой, ой, ой. Инструмент. Тыпевные бутылки. Консервы. Книги оставим. Мусор. Канистры. Емкости с бензином. На одну взрывчатку оставим. Вернее, ну оставим, короче. Филтрит оставим. Ночной цвет оставим. Это продадим. Токсин призраков. Нахрен я его продал, интересно. Ну ладно. Мне нужны деньги. Шестеренки. Редко можно найти, оставим. Да, в принципе, пока и все, я думаю. Теперь давайте-ка мы купим еще патронов. Вот так вот. И... Да и все. Захочешь что-нибудь? Приходи, не стесняйся. Все, наконец-то, я думаю, мы можем выходить отсюда. Тихо. Нет. Сюда. Не освоился еще маленько с этим. Помещение. Так, ну что. Выйти. Пустоша. В местных пустошах я еще ни разу не был. Это круто. Люблю что-то новое. Ты посмотри, да? Настоящий метро 2033. Ну и в принципе, я думаю, на этом мы завершим эту серию. Собственно, начнем заниматься своими прямыми обязанностями. Такими как нашествие мутантов. И тому подобное. В следующий. Пока что все. Надеюсь, вам все нравится. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...